В «Газпромнефть» Ноябрьскнефтегазе прошел день практиканта, и главным его событием стала бизнес-игра «Твой выбор», в которой приняли участие студенты из Ноябрьска и Муравленка, пришедшие на практику к нефтяникам. Они создавали компании, зарабатывали деньги и внедряли новинки в производство. Вместе со студентами азы бизнеса постигала и наша съемочная группа. Прежде чем приступить к игре с бизнес-симуляцией, участников познакомили с компанией «Газпромнефть», ее дочками и филиалами, а также отметили, что молодые специалисты всегда были авторами порой революционных решений. Очень много идей каждый год выдвигается, очень много идей у нас внедряется, работа идет, и люди, которые выдвигают идею, они видят на практике, как она внедряется и какой получается эффект. После все студенты разбиваются на четыре конкурирующие компании, в каждые по пять отделов, совет директоров, конструкторское бюро, финансово-закупочный, координационный и рабочие отделы. Стартовые условия для всех равны, а главная задача запустить производство и обеспечить доставку груза по железной дороге для заказчика. Как это сделать никто не знает, студенты сами должны наладить бизнес-процесс так, как считают нужным. В результате, говорят бизнес-тренеры, порой рождаются очень креативные решения. Прежде всего, это студенты. Студенты, которые не имеют шор. Это люди, которые еще открыты для мира, их не загрузили какими-то стандартами и какими-то проблемными ситуациями. Я сегодня ожидаю, что это будет невероятно динамичная игра и что они покажут действительно уникальные результаты, потому что они свободны. Первые два этапа не столь зрелищные, но очень важны. Нужно наладить взаимодействие между отделами, затем подобрать максимальное соотношение цены и качества для клиента, построить железную дорогу, сформировать груз. При этом все распоряжения и указания только в письменном виде. Ну и самое главное, на всем этом необходимо заработать как можно больше денег, в роли которых выступают игрушечные тайлеры. Чья компания окажется успешней, та и победит. Такова цель бизнес-симуляции. Она помогает более обширно и глобально смотреть на вещи, более на мелкие детали, которые когда-то не замечали. Ну то есть это, да, это нужно, это всегда нужно, особенно для таких молодых, как мы. Сколько ваша компания заработала денег за эту игру? За второй раунд мы заработали 7750 тайлеров. Это хороший результат? Это хороший результат, да. Ближе к вечеру наступает время подводить итоги. Состав сформирован, нужно довести груз в целости и сохранности. И тут дилемма. Нужно попробовать сделать это очень быстро и за оперативность заработать еще больше средств. Однако здесь есть и риск. А можно ехать тихо, но зато надежно. Тем, кто проигрывает, приходится идти ва-банк. Увы, это иногда приводит к плачевным результатам. И надо выплачивать неустойку. Все как в реальной жизни. Остальным удается доставить груз по назначению и сорвать аплодисменты. Победа дается нелегко. Незнакомые люди были все. И как бы в короткое время нужно было как бы спланироваться, сдружиться все. И чтобы все было как бы по плану, как бы у нас все было нормально. Как оцениваете свои шансы на успех? У нас стопроцентные. Мы победили, наверное. Ясно. Ваш паровозик хорошо проехал? Да, не упал, все нормально. Мы даже с риском, в какой-то доле риска запускали, но у нас все нормально. Ну, видимо, в бизнесе риск необходим. В бизнесе тоже, да, риск, конечно, там присутствует, но кто не рискует, тот не пьет шампанское. Впрочем, абсолютно все участники стали обладателями сертификатов, но даже не это главное. Главное – бесценный опыт, который впоследствии обязательно пригодится будущим нефтяникам на производстве. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Григорий Кураптев. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова